В этом году перестала работать КПП номер два. Этот небольшой пешеходный пропускной пункт находится в конце Балыково, практически на границе с садоводческим обществом «Мотор», где у горожан есть дачные участки. Решение о закрытии КПП вызвало недовольство садоводов. С этим вопросом они обратились в городскую думу. Когда закрыли КПП, это было просто школа звонков. Это невозможно было находиться на работе, потому что приходили люди, звонили люди и так далее. У нас на сегодняшний день 1172 человек согласны. Конечно, такой статистики нет, сколько людей проходит именно через КПП, но им пользуются активно, потому что через него проходит не только садовод, у кого нет автомобиля, но и те, у кого и есть. Просто, например, супруг заболел, супруг работает. Вопрос с КПП-2 возник еще в 2017 году после выхода 646-го постановления правительства, которое предъявляет определенные требования к оборудованию контрольно-пропускных пунктов. Антитеррористическая комиссия Нижегородской области постановила, что объект в Сарове этим требованиям не соответствует. С учетом краткого анализа на сегодняшний день пропускной способности, сколько человек там проходит, в руководственном институте просто принято было решение о закрытии данного КПП, потому что там ходит порядка 50 человек, одних и тех же, но в течение недели. От третьего КПП до Дивеева ходит автобус, который проезжает как раз мимо мотора, но у него есть свой режим, не всегда удобный для садоводов. Плюс по маршруту пускают пазик, который не может вместить всех желающих. А так они свободно просто встали и поехали. С 7 до 22 часов работал КПП, а все эти недели это было, конечно, им удобно. Те, кто даже во вторую смену работал, мог прибежать из утра. Вообще какое-то депрессивное состояние людей. Они говорят, что о нас никто не заботится, о нас никто не думает, нас бросили и так далее. Выслушивать приходится очень много. К закрытию КПП депутаты предложили альтернативу – проработать вариант с созданием автобусного маршрута, который бы забирало людей по городу и довозил до мотора. Однако его запуск, как пояснили представители администрации, не в полномочиях муниципалитета. Подобным образом организована доставка садоводов в «Зарю», «Золотой корень» и «Надежда». Однако там садоводческие общества сами оплачивают этот автобус на деньги владельцев дачных участков. Давайте сделаем депутатское обращение на имя директора ядерного центра с просьбой привести второй КПП в соответствии с требованиями. Потому что на самом деле им пользуется большое количество людей, и они к этому привыкли. Ситуацию другим путем решить, я думаю, что не получится. Просто нужно принять решение, обеспечить иноземную, ввести его сошли, чтобы власть в пользу. Кроме того, депутаты обсудили создание ФОКа в нашем городе. Пока это вопрос на паузе, хотя есть площадка и проект модульного объекта, как в Ветлуге. Администрация ждет визита министра спорта региона, чтобы поднять эту тему. Депутаты, в свою очередь, решили обратиться к депутату Госдумы Евгению Лебедеву, чтобы он взял строительство ФОКа в Сарове под личный контроль.